так мы находимся на выставке там мясная и молочная продукция на промышленность техника ну так вот продолжим сейчас обсуждали то что платформа создание вообще платформы на который для производителей для продавцов продукции в общем сервисы сервисы различные это включая финансовые расчеты дальше это логистика да там дальше страхование вот там инвестиции там ресурсные инвестиции лучше по по сути это экономическая платформа и платформа как таковая понятно что это как бизнес закрытая может быть платформа да а может быть открытая платформа то есть с открытым исходным кодом где участники могут подсоединяться сами то есть используя там опять используя протоколы как раз вот технология блокчейн там распределенный реестр это как раз все позволяет вот и сейчас есть вообще заказ правительства на разработку цифровой экономики там документация пойдем вот красивый вид добавить красивый лесное оборудование навесное оборудование на трактор хотя трактор есть сейчас будем покупать новый не будешь сколько стоит трактор 250 350 тысяч надо интересно а да ну слушай расскажи про то что ты говорил вчера домики домики да то есть они ты говорил 10 гостевых домиков они в в каком виде то есть как и с чего они сделаны домики у нас те которые в наличии это сделано из цилиндровного бруса диаметром где-то 9 сантиметров это отходы фанерной промышленности и взяли очень уютные домики и жили дети ссылки если скинуть группу машкина навсегда можно зайти в группу там дети фотографировались на оставили заметок есть группа клуб машкина клуб подчеркивание машкиного вконтакте это я сейчас я формирую те вопросы которые там будет то есть несколько групп работ до машкина навсегда это наш семейный клуб который и год назад эти четыре там дети сами уставку собрали общаются так ну понятно может это порядка десяти это летний домик или мне гонок линия там электричеством дать отсутствие да и мы мы для маленьких детей мы туда ставили обогревать ну вас угревать и понятно поставил убрал электричество есть деревне до электричества и от деревни вообще там получается там у тебя земля то выкуплено а вот жителей там много жить немного я жители можно выкупить нет жителей вот чего я советую это мне несколько домов основная часть деревьев поскольку сегодня осталось вместе с дачниками четыре дома а там все земля ну в смысле у твоей земля понятно есть еще свободная земля нет свобод нет я все свободные участки выкупил нормально для того чтобы считать как монополист ну то есть получается там кто есть то есть то но они уже практически никакой роли не играют то есть условно если ты захочешь организовать собрание там для того чтобы там не знаю провести дорогу да там ты собираешься в десяти людях там в одном лице и все понятно это хорош тема там кстати ну далековато с одной стороны с другой стороны там как бы такой тупик получается и то есть там не проездная не дорогу нас не признаю у нас вообще наше направление 5 колхозов тупиковая дорога с между кувшиновском районном и вышлемолоски но там она признает нет не признаю но играет тупиковая тупиковая да наша деревня она еще новая тупиковая которые завершается рекой на разом для церковь то есть естественно естественно преграда естественно границы называются а дальше уже лес за рекой большая тупик так значок это на цель на что создавать строить еще домики уже в них поставить печное отопление под пмж постоянно метод жизни прям же а именно туристические домики такой в зимнего там осенне-весеннюю осенне-весеннюю чтобы можно было стопить печечку дроп у нас много участники будут тоже при желании принимать участие в этом мы нацелены на то чтобы гости которые к нам будут приезжать они будут соучастниками нашего процесса который с одной стороны отдых с другой стороны полезный но полезное плюс обучение там плюс отдых от смены работы с одной стороны рыбалка охота можно можно на кого только там у нас есть охотхозяйство думаю что охота надо будет с ним тогда согласен но это да если если найдешь до сайта верши охотиться это как-то не очень хотел около желтой там что-то заснять не там уже просто я буду нас по ходу дела можем пойти в следующий здесь сколько два их всего вот это первый мы прошли до не такой большой а с той стороны вас стоит там молочный промышлен да давай пройдем тогда сюда можем вернуться потом не знаю заснять еще какой-нибудь там оплав вопросы ну вообще вопрос они всплывают по ходу вот вчера там кстати вот самый главный вопрос который я вообще не знал да это выращивание поросят да я думал ну как бы поросят они везде всегда выращивать выращивались оказывается да а теперь это запрещено тогда запрещено на территории россии пришел африканская чума свиней которые передается вот людей свиньям и очень большой летальный исход для того чтобы оберечь нашу местную промышленность которые на сегодня нацелена на импорт прошлом году приезжал президент в северской области и было желание чтобы мы уже внутреннее потребление синины закрыли теперь уже надо продавать в китай а китай отказывается покупать свинину потому что у них в 20 раз больше свиней и если к ним попадет болезнь то это грозит экономики страны поэтому для того чтобы уберечь инвестиции нас хотят как заявил один из губернаторов у нас свиньи должны встречаться реже чем лесах как он сказал леопарды понятно а вторая часть там то что есть какой мироторг который собственно ему-то не запрета нету да ему можно нет там есть промышленное содержание которые в себя включают очень много антибиотики технологических аспектов включающих себя ограждение животных от внешней среды дезинфекция одежды обуви и другие вопросы связаны с нераспространением непроникновение внутрь свинарника и нераспространением вовне болезни понятно давай пойдем там следующий павильон вовне болезни